Всем привет! Зовут меня Дмитрий, город Гомель, Республика Беларусь. Внимательно посмотрите, что вы видите перед экраном. Правильно, копейки видим. Сколько копеек здесь? 4 рубля 60 копеек. Сколько копеек здесь не хватает? Здесь не хватает 40 копеек до 5 рублей. Теперь внимательно смотрим на 4 рубля. Что замечаем здесь? Что не так с этими 4 рублями? Вот, посмотрите. То есть, вот этот рубль, он другого государства. Видно, что вот эти 3 рубля отличаются от этого рубля. Это белорусские рубли, это российский рубль. На данный момент 1 белорусский рубль равен 33 российским рублям. Теперь расскажу историю, как мне вот этот российский рубль попал ко мне. Визуально очень тяжело отличить их, особенно когда плохое освещение. По толщине, естественно, белорусский рубль почти в 2 раза толще российского. Дал мне рубль этот кондукторша в автобусе, номер 20. 24 сентября 2016 года, приблизительно время 21.10. Остановка у Нермах-Гомель в сторону Мельникового луга. При оплате проезда кондуктору дал вот такую вот бумажку 5 рублей и получил 4 рубля с российским рублем. Кондукторша предпенсионного возраста, где-то примерно невысокого роста, лет 50-55. Подсунула мне вот эту копейку. И будут постоянно подбрасывать вот этот вот рубль, пока он не сравняется с белорусским рублем. Неужели не нашлось при разработке вот этого белорусского рубля, неужели не нашлось человека, который сказал бы, а он же похожий на российский рубль. И не просчитал ситуацию, где будут недобросовестные граждане вбрасывать вот этот рубль под видом белорусского рубля. Понятно, что прежде чем утвердить копейку на выпуск, здесь ни одна подпись была подтверждена по размерам, по толщине, по цвету, по самому дизайну. Неужели нельзя было белорусский рубль взять, расплющить, хотя бы сделать его немножко больше? Толщина же позволяет это сделать. И даже вот визуально оно видно, что здесь копейка больше. Даже можно было еще побольше вот на такой размер ее расплющить. Если бы белорусский рубль был бы хотя бы вот такого вот размера, то российский рубль уже визуально бы отличался вот от этого белорусского рубля. И не было бы вот этих подбросов российского рубля под белорусский рубль. Мое мнение, и я остаюсь при своем мнении, что мне этот рубль подбросили. Почему я так думаю? Потому что кондуктора и продавцы, они постоянно с этими копейками связаны. Они постоянно целыми днями держат вот эти копейки. Когда человек каждыми днями держит вот в руках вот эти копейки, то у него уже нарабатываются такие навыки, что он по весу определяет, что вы ему дали. Я никогда не поверю, чтобы продавцу и кондуктору подсунули вот такой вот рубль. Я не хочу, конечно, на человека наговаривать. Возможно, она ошиблась. Но я на 90% уверен, что кондуктор мне этот рубль подбросил. У меня даже в мыслях не было, что я попадусь вот на этих новых копейках. Что меня так облапошат. В принципе, небольшие здесь и деньги, чтобы расстраиваться. Но дело в том, что на следующий день я пошел в магазин. И что самое интересное, при расчете в магазине я достал именно вот эту российскую копейку. Продавец сразу заметил подвох и говорит, что вы мне дали. Я на нее смотрю, она на меня смотрит. Вы мне дали рубль не того государства. Показывает мне российский герб. У меня сразу перед глазами вот эта кондукторша из 20 автобуса. Представьте, вы пришли, вам говорят, вы не ту копейку дали. То есть мне сразу как-то перед человеком неловко. Получается, что я ее пытаюсь обмануть. Откуда мне было знать, что в 20 автобусе не все так просто? Помимо того, что нужно держаться за порошни, нужно еще смотреть, чтобы не дали орлов другого государства. Это видео я делаю для того, чтобы предупредить, что российский рубль могут подбросить под видом белорусского. Учитесь на чужих ошибках и при расчете смотрите сразу на гербы. Вот это белорусский герб, вот это российский герб. Может, в кого-то аналогичная ситуация случилась с этими рублями. Можете под комментарием написать свою историю, как вам вот такой российский рубль попал. Вот все, что я хотел сказать. Не попадайтесь в такие ситуации. На этом все. Благодарю за внимание.